привет друзья с вами ухты кухня у меня сегодня цельнозерновой хлеб рецепт очень простой получится у всех очень вкусный и к тому же полезный в мисочку выливаю теплую воду я всегда использую живые дрожжи можно конечно же заменить на сухие тогда понадобится в три раза меньше немного разминаю и растворяю в качестве своих дрожжей я уверена поэтому не буду их предварительно проверять а как проверить я думаю вы знаете нужно добавить немного муки и оставить на 15-20 минут чтобы дрожжи активировались сюда же добавляю соль мед я в последнее время вместо сахара использую мед хлеб получается очень воздушным долго сохраняет свою свежесть и мягкость попробуйте ну если уж конечно не любите мед в выпечке тогда используйте просто сахар также вливаю растительное масло хлеб у меня сегодня на цельнозерновую муке но все же всегда делаю на смеси сразу добавляю всю цельнозерновую муку замешиваю с помощью ложки а затем подсыпаю обычную пшеничную муку высшего сорта потому как если хлеб будет полностью на цельнозерновой муке он получится очень плотным тяжелым ну и немножко на мой взгляд невкусным вымешиваю ложкой до тех пор пока все тесто не соберется в один единый ком я вижу что муки мало могу смело добавить еще точное количество ингредиентов я оставлю внизу под видео в описании по желанию хлеб можно добавить каких-нибудь семечек у меня сегодня семена льна добавлю хлеб получится полезным не только вкусным но и полезным друзья рекомендую муку добавлять постепенно чтобы хлеб получился мягким его не нужно забивать мукой тесто объединяется уже в общий ком оно довольно таки уже густое перехожу на стол немножко посыпаю мукой выкладываю тесто и вымешиваю еще на столе около пяти минут если тесто сильно липнет можете смело подбавить муки но не забиваем тесто должно остаться мягким эластичным а не крутым вот посмотрите она липнет но отлипает видал видал да значит еще надо муки ну вот ребята по прошествии пяти минут тесто получается очень мягкая эластичная липнущая но отлипающая от стола посмотрите стол у меня чистый к рукам тоже не липнет готово и сейчас в мисочку наливаю растительное масло смазываю сережка мне помог помощник выкладываю в него тесто какой она красивая какой она нежная накрываю полотенцем и ставлю в теплое место для подхода на это уйдет примерно один час об хлеб хорошо подошел сейчас смазываю руку растительным маслом и обминаю его глаз обминаю выпускаю весь воздух вот накрываю полотенцем и оставляю для второго подхода это займет минут 20-30 второй раз быстрее рецепт у меня рассчитан на 2 вот такие вот формы смазываю их растительным маслом формы довольно таки старые но мне кажется что выпечка в них получается намного вкуснее чем в обычных 30 лет им вот это да готово отставляю в сторонку на стол немножко растительного масла совсем чуть-чуть для подстраховки хлеб после второго подъема выкладываю посмотрите какая красота выкладываю на стол визуально делю на две части одну конечно же делаю побольше вторую поменьше эту часть руками разминаю прямоугольник и складываю загибаю этот край этот край до серединки ну и соответственно вот так вот конверт да конвертик сережка совершенно верно и сворачиваю этот конвертик трубочку правильно это у меня будет маленькая буханочка но это соответственно большая также разминаю прямоугольник тесто нежное с ним очень-очень приятно работать посмотрите прямо растягиваю его да мы складываю вот так вот до середины этот крающим до середины сворачиваю и немного вот так вот катаю чтобы хлеб получился более-менее ровным это же дрожжи да я думаю вы понимаете что и тем более он у меня живой давай сережка выкладываю в эту форму распределяю прижимаю чтобы хлебушек ровно подходил и красивенько вот друзья вот такие вот две будущих буханочки у меня получилось накрываю полотенечком и оставляю в теплом месте на 20-30 минут для подхода о верхушку хлеба смажу смесью воды и растительного масла хлеб ставлю в разогретую до 250 градусов духовку на самый нижний уровень и выпекаю при такой температуре 10 минут через 10 минут делаю нагрев 180 градусов и выпекаю еще 20-25 минут хлеб выпекался в общей сложности 35 минут достаю вот такие вот красавица готовность пробую деревянной палочкой она должна выходить абсолютно сухой у меня все отлично эту маленькую я думаю уже тоже все готово накрываю полотенцем и даю остыть буквально 10 минут затем достану чтобы хлеб не стал мокрым хлеб я остудила на решетке и хочу же вам показать какой он получился мягкий об видно видно вообще шикарный ну что разрезаю режется хорошо не крошится очень приятная текстура к тому же он с из цельнозерновой муки вкусно полезно в общем ребят очень рекомендую вам испечь такой хлеб ну что рецепт очень простой справится любой если любите вкусный домашний хлеб рекомендую вам испечь там уже он полезный и по соли и на сахар вкусно